Приветствую всех зрителей моего канала и в этом видео хочу рассказать вам о моих самых любимых интернет-сайтах и магазинах рукоделия. Дело в том, что у меня вот тут видите все разложено по папочкам и у меня огромный список вот в папке рукоделия и творчества, огромный список разных сайтов. Но сегодня я расскажу вам именно про шесть моих самых любимых и проверенных сайтов. Итак, давайте начнем с первого. Это интернет-магазин Овца Рукодельница. Это не только интернет-магазин, но и сеть розничных магазинов в Киеве. Это был первый сайт, о котором я вообще узнала, когда увлеклась вышивкой. И это был первый сайт, с которого я делала заказ. Сайт проверенный. Я делала здесь заказ уже, по-моему, раз пять. И у меня проблем с доставкой с этого сайта никогда не было. То есть у них есть группа ВКонтакте. И я там читала, что в принципе у людей было как-то, что долго доставляли. Но у меня таких проблем вообще никогда не было. Поэтому на этот счет ничего плохого не могу сказать. Что еще интересно в этом магазине, что... Так, сейчас найдем... Где здесь вот? Нитки для вышивания. У них очень хорошая цена на нитки DMC. Так, хлопчатобумажная нить. У них почему-то вот это вот долго всегда открывается. Вот, буду пока рассказывать. У них очень хорошая цена на нитки DMC. Вот, открылось пять гривен за моточек ниток. Это, по-моему, самая низкая цена, которую я вообще в Киеве видела. В остальных магазинах, там, сейчас мы еще будем с вами смотреть, там, по 5.30, по 5.50. Вообще в розничных магазинах у нас, по крайней мере, в центре Киева, либо по 6 нитки, либо по 6.50. То есть достаточно дорого. Также тут представлены разные наборы для вышивки бисером, для вышивки крестиком. У них есть своя багетная мастерская. И, так, где у них? Вот, их магазины в Киеве. Я была только в магазине на Позняках. Вот еще есть магазин на Минске и на Борщеговке. И, по-моему, у них есть, кстати, международная доставка. То есть, что это магазин, один из моих самых любимых. Так, поехали дальше. Магазин «Наши хобби». «Наши хобби.com.ua». С этого магазина я заказывала все свои пяльцы-рамки. То есть, и первые пяльцы, и вторые я заказывала отсюда. Вот они, пяльцы гобеленовые. 43 на 50 см. Вот они, 72 гривны. Но, к сожалению, их сейчас нет в наличии. Вот такие вот пяльцы я заказывала. Очень довольна. Пришли очень быстро. То есть, тут тоже никаких претензий нет. И также тут очень широко представлены наборы для вышивки бисером. Тут огромное количество наборов. И вообще много чего интересного. Тоже можно полазить, посмотреть, поизучать. Так, следующий магазин «Крестик.in.ua». С этого магазина я делала заказ недавно. Если вы помните, последний мой, по-моему, рукодельный заказ. Это схемы с нанесенным рисунком на канве, в которые можно и вышивать и крестиком, и бисером. Вот все эти схемы я купила здесь. Давайте посмотрим, например, вот канва с рисунком. Тут идут подразделения. Вот, например, цветы. И они здесь, кстати, идут по цене выставлены уже. Вот, например, давайте откроем любой цветок. Значит, вот. Это вот схема, которая на белой канве будет. И в описании всегда указано, что канва с напечатанным рисунком, аида 13-я, к канве прилагается цветная схема с символами, расшифровкой для мулиной DMC. И также можно вышивать... И также можно вышивать бисером номер 10. И размер схемы тоже указан. Очень хороший сайт. Я с него, вот я, как уже говорила, заказывала вот эти схемы. Достаточно много. Цены очень хорошие. То есть, вот, 21 на 21 сантиметр, 16 гривен. Такая схема. Мне кажется, достаточно хорошо. Единственное, что у меня с ними были небольшие проблемы с доставкой. То есть, доставка действительно была не очень быстрая. Там были какие-то накладки, чего-то не было в наличии. Но товар хороший, цены приятные. Поэтому, если оно вам не горит, можно заказать, подождать. Мне кажется, оно того стоит. Следующий магазин. Магазин, вообще, вне всякой конкуренции. Магазин называется рукоделие.com.ua. Из этого магазина я заказывала, если вы помните, товары для вышивки, там, иголки. Ну, короче говоря, я сейчас покажу. И также мы из этого магазина заказывали маме товары для декупажа. То есть, видите, здесь чего только нет. И для бумажного творчества, и для шитья, для лепки, для декора, для рисования. Короче, куча всего. Но нас, конечно, больше всего интересует вышивка. И, в частности, у них продаются также наборы разные для вышивки. Вот, я заказывала отсюда аксессуары для вышивки. Так, выбираем DMC. Вот, я заказывала иголочки. Не заказала, к сожалению, вот такое вот устройство для намотки ниток на бобины. Ну, если буду заказывать, делать заказ, в следующий раз обязательно вот это туда внесу. Потому что мне девочки написали, что действительно очень хорошая вещь. Я заказывала вот такие вот наклейки с номерами. Коробку органайзер, вот эту для ниточек DMC. Вот она 59 гривен. И также к ней шли 50 картонных бобинок. Вот, отдельно картонные бобинки можно приобрести. И также пластиковые бобинки, вот тут 28 штук за 15 гривен. И, кстати, я еще брала, где здесь органайзеры. Вот, вот такие вот тоже DMC бумажные органайзеры по 91 копейке штука. Это самая низкая цена, которую я вообще на эти органайзеры видела, когда я их искала в рукодельных магазинах. Вот, сайт очень интересный. Тоже можно полазить, поискать себе что-то интересное. Доставка была очень быстрая, кстати. Меня, по-моему, привезли, ну, конечно, это курьером по Киеву, но то ли на следующий день, то ли через день. Короче, очень быстро. Так, давайте два последних магазина и моих таких, наверное, самых любимых. Значит, предпоследний магазин у нас Biserog in UA. Это тот магазин, из которого я заказываю обычно схемы для полной зашивки. Вот, смотрите, они находятся вот тут, вот, так, решилье. Где оно, где оно? Вот, схемы для вышивки бисером решилье. Схемы для полной вышивки бисером. Вот тут можно выбрать там формат А4, А3, какой вы хотите. И вот пошли схемы для полной зашивки. Давайте я так быстренько покажу, вы потом можете зайти еще поискать. Вот, кстати, вот эту схему, если вы помните, в одном из моих первых видео я показываю вот эту картину. Я бабушке вышивала на день рождения. Вот такие вот розы. Вот они здесь еще продаются. К сожалению, очень многих уже нет картин, которые я, вот, схем, которые я вышивала, уже, к сожалению, нет в наличии. Но есть много другого интересного. Вот, кстати, мой котик. Вот схема для полной вышивки «Спящий кот», которую я недавно закончила. Так, так, так. Ну, короче говоря, очень много всего. Интересно зайти, посмотреть. Доставка тоже быстрая. С доставкой у меня проблем не было абсолютно никаких. И, кстати, до сегодняшнего дня я уже просто сегодня... Почему я так быстро все рассказываю? Я сегодня уже снимала один раз это видео, но оно у меня получилось в каком-то ужасном качестве. Я все-таки пожалела моих зрителей, чтобы они там не портили себе глаза. И сейчас переснимаю все заново. И пока я в прошлый раз снимала, я нашла еще несколько очень интересных разделов на этом сайте. В частности, например, аксессуары для вышивки. Так. Сейчас я видела здесь такие классные органайзеры. Вот, органайзеры для рукоделия. Меня спрашивали, и недавно я, по-моему, видела, девочки там в своих видео рассказывали, что не могут найти органайзеры для бисера, такие нормальные. Вот на этом сайте, пожалуйста, органайзер на 16 ячеек за 15 гривен. Можно приобрести вот такой. Единственное, что не знаю, куда здесь клеить номерочек с бисером. Ну, на первый ряд, понятно, вот сюда можно приклеить. На второй ряд уже, ну, короче говоря, приспособиться можно. По крайней мере, очень такая хорошая штучка. Я вот себе думаю тоже такой приобрести. Так, короче говоря, здесь очень много всего. Видите, здесь тоже есть пяльцы, здесь всякие аксессуары для других видов рукоделия, ленты, швейная фурнитура и так далее. И, опять же, меня порадовало, что здесь есть нитки DMC. Я раньше их не замечала почему-то. Не знаю, как так у меня получилось. Вот видите, нитки DMC 530 тоже вполне хорошая цена. Ну, конечно, еще смотря, как вы будете делать доставку, потому что если доставка вот у меня укрпочтой, то укрпочта еще там дополнительно себе снимают за пересылку, за обработку, за перевод денег и за что-то там еще. То есть там какая-то сумма все равно набегает, поэтому выгодно заказывать чем больше, тем лучше. Вот, видите, здесь можно выбрать номер ниточек, который вам нужно. Но, по-моему, тоже замечательно. Вот раньше не видела этого на сайте. Теперь обязательно буду пользоваться. И, ну, огромное количество всего здесь есть. Всякие заготовки, кстати, даже для декупажа. Ёлочки всякие, шарики. Короче говоря, можно посмотреть. И вот здесь варианты доставки укрпочтой. Новой почтой, кстати, можно тоже. Новая почта, это, по-моему, будет без комиссии, или как это называется. Ну, короче говоря, не нужно будет дополнительно платить. У нас открыли недавно отделение новой почты рядом, поэтому тоже, может быть, попробую как-то через нее заказать. Так, и последний магазин, о котором я вам хочу рассказать, это магазин «Вочерныти». Значит, что об этом магазине? Это единственный магазин, с которым у меня возникла такая небольшая проблема. Вернее, не у меня, конечно, а у некоторых моих подписчиков, зрителей, которые мне писали, что хотели бы сделать заказ из этого интернет-магазина, но случилось так, что этот магазин полностью на украинском языке. То есть, и здесь нигде нет, сколько я искала, нигде нет функции перевода. Я вам сейчас расскажу, как этот сайт перевести на русский язык. Ну, давайте сначала посмотрим, что здесь есть. Именно на этом сайте я покупаю схемы барвиста вышиванка, о которых я уже рассказываю, по-моему, во всех возможных видео. Это очень хорошие схемы, с хорошим качеством, с полной зашивкой. То есть, все, как я люблю. Вот, в частности, вот эту схему, я думаю, вы узнаете. Это «Будынок Мри», то есть домик мечты, который я сейчас вышиваю в совместном проекте «Домики». Также вот такой вот малын у меня есть, мельница, уже оформленная картина. А вот эта вот картина «Ворота», помните, я рассказывала в рукодельном таге, это та самая картина огромная, которая 69 на 51 сантиметр, которую я собираюсь вышить, тоже полная зашивка бисером. Еще что здесь интересно, ну, вот здесь барвистая вышиванка, видите, здесь по разделам, то есть пейзажи, животные, люди, цветы, религия. Вот, в частности, я сегодня смотрела, опять же, появилась на этом сайте вот эта схема, которую я показывала в одном из своих видео. Вот эти розы красивые, которые я собираюсь вышивать, когда закончу свой бисерный домик. Эта схема 36 на 96 сантиметров, и, конечно, как и положено схеме барвистого вышиванка, у них очень хорошая сама вот эта вот бумажная схема, то есть даже если чуть-чуть похожие между собой цвета, один из них обязательно, на одном из них обязательно стоит какой-то отличительный значок, то есть вы ничего не перепутаете, это очень удобно, не нужно, как, например, в том же спящем котике, как я делала, отмечать, размечать отдельно еще схему, там, ручкой, фломастером, чем-то еще. И вот, кстати, здесь орхидеи, я тоже видела у кого-то, девочки купили. Размер, мне кажется, а, нет, размер... Даже чуть-чуть побольше, 46 на 95. Вот, ну, цена одна и та же, 150 гривен, ну, там действительно очень большое это полотно. Вот, короче говоря, огромное количество, про все так сразу не расскажешь. И, кстати, наборы Dimensions тоже. Я здесь видела, в частности, здесь есть... Так, где я его видела, ищу. Вот, очень классный набор, не знаю, конечно, вряд ли я его за 340 гривен буду покупать, скорее всего, я буду скачивать схему и потом покупать ниточки отдельно. Вот такая вот картина, она безумно красивая. Это спокойствие, смелость и мудрость. То есть написано, что, боже, дай мне, пожалуйста, спокойствие, принять вещи, которые я не могу изменить, смелость изменить то, что я могу, и мудрость отличить одно от другого. И сама вот эта картинка, мне кажется, настолько нежная, вот эти цветы, не знаю, вот почему-то мне очень нравится, обязательно ее когда-нибудь вышью, она у меня уже в планах. Так, и давайте сейчас я покажу, как перевести этот сайт на русский язык. Я думаю, что многие знают уже этот трюк, но если кто-то не знает, сейчас все расскажу. Так, мы выделяем вот эту вот ссылку, где адресная строка, выделяем ссылку на главную страницу магазина, нажимаем копировать. Далее, открываем в вашем браузере новую вкладку, и там, где у нас Google, ищем Google Переводчик. Открываем Google Переводчик, выставляем здесь «Перевести с украинского на русский». Вот сюда вот в левую часть странички нажимаем «Вставить», и справа у нас появляется ссылочка. Вот там, где написано «Русский», у нас появляется ссылочка. Мы нажимаем на эту ссылочку, и попадаем опять в этот же магазин. То есть, смотрите, вот у нас магазин на украинском, видите, рукоделие, интернет-магазин, кошек товарев, якзамоваты и так далее. А тут у нас вот «Рукоделие», «Интернет-магазин», «Казина товаров», «Как заказать». И, кстати, это касается даже, если вы дальше куда-то будете переходить, например, на что-то. Давайте уже на что-то перейдем. Так, «Интернет-магазин». Ну, например, какие-нибудь пуговицы. Ну, короче говоря, видите, уже все надписи на русском. То есть, куда бы вы дальше, это не только главная страница переводится, а куда бы вы дальше не пошли по этому сайту, у вас все будет уже на русском, и вы легко сможете сориентироваться, потому что у этого сайта есть международная доставка. Не знаю, как, мне еще никто не писал, из подписчиков кто где заказывал, и как оно все доходило и так далее. Но мне кажется, что все должно быть нормально, потому что я в этом магазине тоже уже несколько раз делала заказ. И, кстати, в Киев эти схемы просто такое ощущение, что телепортируются, потому что мне пришел мой заказ, по-моему, дня за 2 или за 3. То есть, это вообще как-то очень быстро было, я даже не ожидала. Вот, пожалуй, это все, что я хотела рассказать. Это такие вот 6 основных сайтов, которыми я пользуюсь. У меня их, конечно, здесь гораздо больше в списочке, но это те, которые я действительно могу посоветовать. Я еще хочу сделать, у меня есть на примете несколько сайтов, с которых я хотела бы сделать заказ, но пока не дошли туда руки, я пользуюсь вот этими вот сайтами, про которые я вам рассказала. Надеюсь, вы какой-то новый сайт для себя узнали. Если вы будете делать тоже похожие какие-то такие видео, мне будет очень интересно посмотреть, возможно, открою для себя какие-то новые интернет-магазины, потому что все время что-то новое появляется, все время я нахожу какие-то сайты, о которых я еще не знала. Короче говоря, все, спасибо всем большое за внимание, удачи вам и творческих успехов. Пока!